приветствую господа и мы с вами на карте highway howlin сегодня мы будем выполнять контракт farmers fit cities что приводится что-то наподобие фермеры кормят города или кормят город что-то в этом роде поедем мы на новеньком caterpillar st681 посмотрим как он себя чувствует загрузил я шестерочку расходников поедем их три разных места первое это у нас тут получается большой такой типа гипермаркет супермаркет не знаю как правильно открыл я до конца карту почти до конца кроме вот этого заезда потому что пока поручение либо контракт этот пост делать нету но как-нибудь может быть тут можно будет забраться но пока не знаю ладно не суть важно поедем на гипермаркет потом получается возле гаража у нас тут неподалеку тоже типа кафешки либо какой-то магазинчик и третье место у нас получается заправка поедем на этом caterpillar без полного привода без дифференциала карта нам этого позволяет пока что у меня 11 уровень купить я все это дело не могу но надеюсь мы справимся поэтому поехали тут в основном грунтовка и асфальт поэтому как-то полный привод нам особо думаю не понадобится выглядит конечно caterpillar прикольно мне нравится этот дополнительный колесики типа как у weston star 49x тоже довольно прикольно но не думаю что он прям будет какой-то супер прям мега проходимый так это нам сюда получается и здесь мы завернем чисто на заднем приводе сами покатимся надеюсь 6 мест нам как-то не создадут таких проблем нашей доставки ну и горючего у нас 260 но если что на ферме стоит у нас наш прекрасный масс 537 с дополнительными баками точнее там запчасти типа канистры вы как тормозит то ты плохо друг мой это надо как-то заранее тормозить это прям очень плохо было с тормозами давайте попробуем развернуться да это прям мастерский разворот как говорится как по учебнику нам походу у нас наш полуприцепа нет я думаю забагался застрял как-то на лоу передача он не этот не хотел двигаться ладно пойдет коробка у меня highway потому что будем в основном по таким прямым участкам и хорошей дороге катаемся грязи тут очень мало поэтому пока что нам этого будет достаточно я бы даже наверно резину поставил типа которая для дороги типа лучше но пока что максимально доступную для бездорожья скажем так я поставил так нам же налево да нам налево не на скоростной коробке на highway типа на повышенной в горочку нормально едем хотя у нас груз тоже не супер такой прям тяжелый главное чтобы на все наше прекрасное занятие хватило нам горючего давай на автомат друг мы как-то на автомате погрутовочка 6 я думаю все да да и все и дальше он не может с горочки может быть разгонимся нет так нам нужно аккуратно спуститься потому что у нас с тормозами такие небольшие проблемки так мы если так скажем осторожничать то очень даже хорошо на нашем который пилори передвигаться можно вот тут автор конечно нарисовал постарался столман тут и кафе типа ведь я так понимаю парковка типа в гипермаркет но блин это прям бомбически прям сделано это я так понимаю что тип что-то типа большого такого американского волмарда да только это столман и также заезжать надо типа за за здание ну как бы это было в жизни на на разгрузку это прикольно все мы с вами разгрузились теперь едем обратно на ферму загрузим четыре штучки потом поедем тоже обратно но наверно по-хорошему надо было развернуться ехать в обратную сторону не тут пытаться проскочить довольно симпатичненький сам по себе который пилор мне нравится как-то тюнинг смотреть думаю смысла нету там у него такой стандартный как у большинства стандартных грузовиков там три двигателя четыре коробки по моему подвеска не меняется и стандартные колесики лебедка как на обычных грузовичках ничего такого сверх естественно ну тюнинг тоже такой простенький без изысков там всякие козырёчки гудочки но как обычно в общем передний бампер да как по мне данный грузовичок и без бампера смотрится тоже бомбически мы можем конечно по этой дороге пролететь быстро не заехать на ферму с этой стороны но можем и обратно поехать в принципе по дороге так даже быстрее будет поэтому развернёмся с вами так а на следующем видосик я так спойлер ну немножко мы поедем на новом интернешнале 520 тоже вот так потестируем маленько как-то отдельно на них обзор с ну смысла нету делать а так скажем так встроенный такой вместе с какой-нибудь доставкой почему нет давайте немножко от первого лица прокатимся вот такой вот салончик прикольный очень даже детализированный панель очка тоже к крутая правда километры плохо видно но это мелочи скажем так так надо аккуратненько спуститься ну я думаю этот грузовик какой-то там выдающийся проходимостью не обладает это как-никак грузовой грузовик так же как и новенький интернешнл какие-то болота на них зарезать не рекомендуется абсолютно потому что придется только на лебедке ползти но думаю для старта то игру начинает очень даже неплохие грузовички тем более интернешнл стоит аж 170 тысяч если его продавать очень прикольно ну кушает он на коробке скоростной тоже довольно умеренно по крайней мере по грунтовке и по трассе хотя по грунтовке по трассе на скажем так все грузовики кушают умеренно топлива да дорогу конечно держит он как в принципе все большинство стандартных грузовиков довольно плохо если разгоняться но это болячка скажем всех практически стандартных грузовичков от этого никуда не деться это вам не модовые которые хорошо по ттх как говорится подкрученная чтобы они и в грязи прекрасно себя вели и по трассе шли тоже великолепно так на соточку литров мы пока что скушали как соточку у нас было по моему 230 когда мы от фермы отъезжали думаю когда за последней троечкой поедем можно будет с нашего маза немножко под заправиться да тут конечно можно было немножко пошире сделать чтобы заползать сюда ну ладно и так пойдет так нам нужно 4 и и повезем мы эти четыре сейчас посмотрим ну прям за гаражом да получается поворот но не за гаражом смысле за магазином между магазином и гаражом хорошо нам на трассу получается и направо поэтому заправка есть по дороге поэтому нам даже масту то не понадобится я его пригнал на всякие пожарные ну на этом мазе мы тут еще как говорится поработаем тут есть места и поручения контракты на которых нужно будет такая тяжелая такая грубая сила такой мощности проходимости ну и так далее поломали а немножко знаков ничего страшного давайте под разгонимся 40 миль идем почти но как бы я сильно тут особо не разгонялся бы потому что как говорится страшно очень страшно так это у нас каунт рестор нам дальше заправочка ну думаю на обратном пути мы уже туда заползем такой прудик небольшой прикольный все круто так и тоже типа разгружаться будем на заднем дворике зданием это прикольно кстати пока не забыл тестовый сервер у нас обновился до версии 14.0 там подправили оптимизон который они накрутили в амуре я читал форум люди жаловались что у них типа после выхода амура немножечко фпс так проседает это стоит друг мы так ну наверное нужно было с другой стороны заезжать они тут ну ладно поедем с этой стороны да и у меня в комментариях тоже господа жалуются что фпс проседает после выхода амура поэтому пока что только тесты сервер но я думаю как там оттестят всю эту обнову и нам тоже подвезут оптимизацию скажем так ну возможно это сильно как-то не поменяется потому что зная нашу великолепную игру и как ее чинят поэтому возможно все так надо заехать на заправку по пути следования да поворот конечно такой на спуске прям в кавычках очень удобный но ладно особенно для грузовой техники с каким-нибудь прицепами полуприцепами но на этой карте даже без полного привода дифференциала вполне себе пока что можно жить уровень пока у нас маленький если кто-то чисто на стандартных грузовичках будет все это дело проходить то вполне возможно но не все думаю контракты конечно можно будет так пройти но большинство главное новым новый маску пить можно он думаю тут в большинстве таких грязевых контрактов очень даже подойдет но возможно его можно даже как сидельный грузовичок с большим полуприцепом почему нет но не прям супер большой который на 8 мест который на 5 поменьше с которым мы с вами на кольском полуострове возили запчасти от самолета думаю смазом на этой карте прям зайдет как-нибудь покатаемся так и троечку нам нужно закинуть на заправку возле хайвея понял красота погодка какая даже дождик не идет меня прям это удивляет обычно катаешься тут дождя распарит не ну сам по себе грузовичок конечно красивый мне нравится ну конечно не талон прям красоты прям вау но довольно симпотный пойдет так как нам с вами ехать наверное придется получается налево выезжать по грунтовке тут опять налево и тут мы спустимся налево вот здесь как раз на нашу заправку ладно поехали я Там какая-то вилла наверху стоит. Большой такой частный домик прикольный. Да, я бы себе тоже такой домик бы хотел. Как говорится, почему бы и нет. С гаражиком, всё как полагается. Так, тут у нас проезд куда-то. Тут у нас International, по-моему, балдел. Отдыхал, скажем так. Так, антенна Upgrade Task. Но сюда я ещё не добирался. Ну, потом как-нибудь скатаемся с вами. Ну, либо я уже за кадром сам всё это дело обкатаю. Так, тут ферма. Там поручение с трактором какой-то. Типа. 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 Там. 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 можем отцепиться побыстренько сбегать взять мне тоже интересно что там за поручение такое но как-то выползу ли я потом чисто на заднем приводе отсюда тоже вопрос ладно рисковать не будем потом уже возьму да надо гораздо раньше начинать тормозить и скорость сбрасывать ну вот такой вот у нас контракт господа получился прикольный свозили расходники в разные интересные места особенно мне прям гипермаркет понравился там круто все сделано все подняли уровень нам теперь доступны всякие новые плюшечки но по моему полный привод и открывается с 14 уровня поэтому нужно немножечко по выполнять контрактов ладно но на следующем бедочке этого мы с вами на интернешнале прокатимся поэтому спасибо господа за просмотр подписывайтесь на канал и мы увидимся с вами в новых видео по snow runner уже совсем скоро давайте пока 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 пока